здравствуйте уважаемые зрители на этот раз пришла ручка platinum preppy это новая ручка в наших обзорах и новый тип даже ручки спасибо моему подписчику который посоветовал мне рассмотреть эту ручку на обзор вот она наконец-то пришла единственное что несколько у меня сомнений есть поскольку это все-таки это все-таки китайская ручка поэтому скажем так есть сомнение что это в общем то скажем так копия этой ручки поскольку производитель это японская компания platinum она делает ручки для школьников собственно которая и представлена у нас здесь ну посмотрим мы уже делали вовремя как я собираюсь сделать сравнение ручки лами то что я купил в фирменном магазине и лучки ручки лами который идет сейчас камни с алиэкспресса и тогда мы посмотрим насколько качественно делаются копии вот на данной ручке посмотрим что она из себя представляет это полностью пластиковый корпус у нас да сначала изначально посылка шла 17 дней и стоила эта ручка 700 рублей это черный цвет скажем такой ручки она выпускается в семи цветах это черный синий фиолетовый розовый красный желатисто желтый зеленый обычно по транспортируется в пакетах по 10 ручек в которой представлена собственно полный скажем расклад по цветам этих ручек идет в комплекте она с картриджем это я вам покажу чуть попозже а так пока мы рассмотрим ее в этом корпусе значит на колпачке пластиковая клипса не знаю насколько она надежно продержится непонятно дальше на корпусе ручки присутствует надпись preppy 0 5 миллиметров толщина иероглифы и написано чернильная ручка дальше опять строчка каких-то иероглифов и еще одна табличка в которой собственно написано что это черная ручка что это модель ппк 200 ну и написано что это импортер платином компания платином компания платином довольно старая компания которая производит ручки это она основана в 1919 году в японии сейчас она входит в тройку таких компаний как пилот платином собственно и sailor которые являются лидерами в производстве чернильных ручек в японии ну если хотите это отдельно мы сделаем рассказ о фирме платину поехали по ручке дальше значит колпачок обратить внимание что ручка не просто защелкивается у нее есть еще внутренний колпачок который предохраняет от засыхания перо вот как вы видите подпружиненный и такое мягкая пружинка у них здесь дальше видно полностью гриб секция соответственно цвету у нее перо на перее присутствует маркировка на мне по это платину и 05 это толщина собственно пера перо обычная совершенно обычной формы очень похоже кстати на перо лами и как говорят очень легко меняется но это скажем дело уже практики фидер совершенно без нарезок такой плоский без всяких надписей длина эта ручка вот в таком состоянии это 138 миллиметров диаметры в широкой части это 11 9 миллиметров вес собственно 10 грамм и по мягкости перо соответствует f или m есть еще вариант она идет с конвертером но стандартная ситуация это собственно с картриджем тут тоже полностью пластик пластик говорит говорят очень качественные ну это посмотрим уже в процессе эксплуатации жалко мне было тратить этот картридж но ладно ничего потом разберемся живот собственно мы видим наполнение ручки уже собственно чернилами закручиваем собственно корпус я и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 бумагу. Нет. Пишет она нормально, но вот какой-то у нее присутствует этот скрип, если вы слышали, достаточно неприятный. Может быть, это свойство пера, может быть, это сила привычки. Ну, по весу она, конечно, легкая. 10 грамм всего она весит. Не знаю. Что-то мне не очень понравилось. Реально. Хотя все ее хвалят, что это достаточно такая стабильная ручка. Вполне возможно. Возможно, что это такое ощущение есть из-за того, что это все-таки копия. Ну, как мне кажется. Не буду делать каких-то предварительных выводов, но наверное, нужно попробовать оригинал. Наверное. Будет возможность, я закажу оригинальную, и заодно мы сравним ее с этой копией. По толщине линии, ну, это 0,5-миллиметровое перо. Толщины, вот, видите, максимальные и минимальные толщины, которые она пишет. Ну, собственно, вот и все. Задавайте вопросы. Несколько такое я в обескураженном состоянии нахожусь. Поскольку я ожидал, конечно, большего. ламе ручка, она более такая живая, скажем так. Ну, не знаю, опять же. Я говорю, что возможно, что это копия. Это не настоящая платина в прэпи. Давайте, скажем так, если я найду возможность, я закажу оригинальную ручку. И тогда мы сравним. Ну, на этом все. Задавайте вопросы. С удовольствием на них отвечу. Всем удачи, счастья, здоровья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok